13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина и мой сегодняшний гость Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области. Добрый день. Добрый день. Так, Олег, ну вот, честно, планировала начинать, конечно, с другой темы, с подготовки к гражданскому форуму Кировской области, седьмому гражданскому форуму. Там много интересного, там ожидается презентация такой довольно интересной модели работы некоммерческих организаций, благотворительных фондов, да, с благотворителями, с донорами так называемыми. Вот, но немножечко придется нам перестраивать эфир все-таки, поскольку последняя новость, как мне кажется, достаточно важная. Вот сейчас сообщает РИА новость о том, что Государственная Дума приняла поправку, согласно которой иностранные средства массовой информации, получающие финансирование за рубежа, может признаваться в России иностранным агентом. И, насколько я понимаю, пока вот подробностей нет, но из вчерашних совершенно разноплановых сообщений было сказано, что вот статус именно агента будет накладываться на средства массовой информации примерно так же, как на некоммерческие организации до этого. Я бы хотела понимать, чем вообще средства массовой информации это грозит, какие ограничения статуса иностранного агента накладывает на некоммерческие организации, и, видимо, будет накладывать на СМИ. Вот, и еще хотелось бы понимать, все-таки это касается только зарубежного финансирования и зарубежных, там, СМИ, например, или НКО, или это будет касаться и тех организаций, которые частично получают какое-то финансирование? Ну, смотрите, тут вот новая инициатива про средства массовой информации, это инициатива про средства массовой информации. То есть я понимаю, что проводят аналогию с некоммерческими организациями. Но вчера много об этом говорилось, да. По некоммерческим организациям это поправки в закон о некоммерческих организациях. То есть они уже там, они в законе о некоммерческих организациях. А средства массовой информации действуют немножко по другому закону, в который могут быть внесены аналогичные поправки, но все-таки это будут немножко другие поправки в другой закон федеральный. Ну, это понятно, конечно, да. Насколько они будут, вот, там, нормы описанные, там, в двух разных законах, там, близки друг к другу, это, ну, вот вопрос. Пока не увидим конкретных формулировок, как это будет написано, то есть с точностью, там, ну, сказать нельзя. Вместе с тем, то есть, как это работает в некоммерческих организациях. По сути говоря, ограничения, ну, ограничения есть, но они такие, больше смысловые на данный момент. По сути говоря, если присутствуют в деятельности организации два признака, вот, всего лишь необходимо два признака. Какие? Это первое, наличие иностранного финансирования, причем объем не уточняется. То есть это может быть 10 долларов от какой-нибудь сердобольной бабушки? Да, 300 рублей, пришедшее от гражданина Казахстана, вот, через сайт, там, общественной организации, в качестве благотворительного пожертвования. То есть, если это будет проведено, там, зафиксировано, что есть поступление из зарубежного источника, не важно, там, на какие цели, не важно, как, будет ли это какая-то предпринимательская сделка или, там, пожертвование, неважно, просто иностранный источник, это первый признак. И второй признак, это то, что организация занимается политической деятельностью. Судебная практика, там, вот этих лет действия этой нормы показалось, что политическая деятельность у нас признается любая, общественная деятельность, то есть, в том числе, деятельность по формированию общественного мнения. Например, в Фейсбуке на личной странице. Или нет? И такие примеры тоже есть, когда личное высказывание, там, в социальных сетях руководителей организации, там, суд признавал, что это политическая деятельность организации, так как руководители организации, там, на своей личной странице формируют общественное мнение по каким-то вопросам. То есть, если руководитель, вот, прям, конкретизируем, если руководитель благотворительного фонда, занимающегося сбором средств на лечение, ну, допустим, там, не знаю, больных каких-то, да, людей, ну, заболевших, да, тех, кому необходима операция, у себя на страничке в социальной сети выкладывает информацию о том, или там, личное мнение, что наша медицина работает не совсем так, как хотелось бы, да, что вот это, вот это, вот это не устраивает, это тоже может быть трактовано как политическая деятельность. Это может быть трактовано, и такие примеры есть, вот, с сомнительностью, привязки деятельности организации к публичным высказываниям руководителей. То есть, сложившаяся практика, она работает, да, примерно так. То есть, вот, трактовалось, что, если вот ваша организация оказывает там какие-то услуги, и ни разу там на публику никак не пыталась оценивать деятельность органов государственной власти, не пыталась формировать там какое-то общественное мнение по любым вопросам, там, деятельности, то, ну, может быть, там, мы признаем, что политической деятельности там не было политической составляющей. Причем вот это вот признание там, то, что организация занимается политической деятельностью, и факт приема иностранных денег, они обычно не связаны друг с другом. Ну, то есть, это никак не взаимоувязывается, что вот политическая деятельность и формирование какого-то мнения произошло в результате конкретного там платежа. То есть, не требуется доказательство этого. Это просто два разных факта из жизни. Если вот они совпадают, то организация может быть признана. Хорошо. Какие ограничения накладывает статус иностранного агента, ну, помимо тех ограничений, которые существуют по отчетности, да? Как минимум, это, мне кажется, негативное общественное мнение, да? Ну, в законе не написано, что... Ну, разумеется. ...что вы обязаны нести издержки по негативному общественному мнению. Это обязанность во всех публикуемых материалах, во всех выступлениях указывать, что организация является, осуществляет функции иностранного агента. И это возмутительно в том плане, что люди сами, представители организации в любом публичном выступлении или в любых раздаваемых материалах должны себя самооговаривать, что мы являемся иностранными агентами. Защитники такого подхода говорят, а что тут такого? Ну, вот напишите эту фразу, что являетесь иностранными агентами, повесьте себе звезду на грудь и ходите с ней. Промаркируйте себя просто. А когда и внутренне, и по убеждениям люди не согласны с такой позицией, они не считают себя агентами каких-то там иностранных держав. То есть, когда они принимают самостоятельные решения, когда они действительно болеют за то дело, которым занимаются, бывают смешные ситуации, когда достаточно умные люди, востребованные эксперты участвуют в работе совещательных органов с теми же органами государственной власти. И более того, когда органы государственной власти обращаются к этим специалистам, к этим экспертам за экспертной консультационной помощью, просят разработать какие-то документы, выдать рекомендации, и потом судом признается, что так как вы по заказу такого-то министерства выдали им набор рекомендаций, это и есть ваша политическая деятельность, то есть деятельность, направленная на изменение политики государства в чем-то. То есть вы повоздействовали на министерство по их просьбе. То есть вы теперь на странный агент. Да, и вот мы считаем, что вы занимались политической деятельностью по их просьбе. То есть получается так, что государство этим организациям заказывает какие-то разработки, принимает эти разработки, говорят большое спасибо, вы нам тут подсказали очень много нужных правильных вещей, а потом за это же самое признаются, что вы тут оказывается занимались политической деятельностью, и так как у вас найдена какая-то сумма поступлений из-за рубежа, совсем по другому поводу, вам необходимо встать реестр иностранных агентов. А если вы этого не сделали самостоятельно, то вот вам еще и штрафы достаточно большие. Ну вот так это примерно работает. Я, честно говоря, не могу себе представить, как это будет работать со СМИ, потому что вообще-то функция СМИ заключается в том, чтобы оценивать окружающую действительность, где-то ее критиковать, где-то, может быть, хвалить. Но тем не менее это явно может быть трактовано как политическая деятельность. Я думаю, что со СМИ это будет открытым текстом, то есть все СМИ надо почти автоматом записывать в иностранные агенты, потому что структура доходов, расходов, средств массовой информации, мы понимаем, что это в основном реклама. Это сложная система, да. Да, это сложная система, зачастую основанная на рекламе, а рекламные бюджеты, то есть там если посмотреть, то так или иначе там есть иностранные деньги. И в принципе любое средство массовой информации, один признак формирования общественного мнения, оно есть в любом случае, то есть публичное высказывание, редакционная политика, и иностранные деньги очень легко найти, особенно в средствах массовой информации. Даже на Первом канале вы писали у себя странички в Фейсбуке. А я думаю, что Первый канал должен быть самым первым получателем статуса иностранного агента, потому что большинство бюджета Первого канала это рекламное поступление транснациональных корпораций, которые формируют общественное мнение в Российской Федерации. Ну вот я пока не могу сказать, что будет с Первым каналом, поскольку пока непонятно, о каких конкретных изданиях или телеканалах будет идти речь. Да, говорится, что решение о присвоении статуса иностранного агента будет принимать Минюст. Изначально говорилось, естественно, о тех средствах массовой информации, которые финансируются из-за рубежа полностью или достаточно весомо. То есть это иностранные средства массовой информации, там Deutsche Welle, по-моему, Радио Свобода, что-то еще. Я бы сказал, что те средства массовой информации, в официальных учредителях которых числятся иностранные граждане и иностранные организации. Но я напомню, что у нас менялся закон, и, по-моему, 20% только может быть в собственности у иностранного гражданина акции того или иного средства массовой информации, юридического лица. Хорошо, мы от этой темы немножечко отходим. И еще одна федеральная тема, которую хотелось бы тоже обсудить, прежде чем мы перейдем к нашим кировским темам, это тема ролика, который был записан недавно, активно обсуждается, последние два дня, опять же, в социальных сетях, в интернете. Я думаю, что уже многие эфирные СМИ его обсуждают, ролик с песней, клип, песня про Родину и дядю Вову. Но это мы сделаем чуть позже, после небольшой паузы. Особое мнение продолжается в студии нашей Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день еще раз. Остановились на достаточно яркой федеральной теме, о которой сейчас, я не знаю, наверное, и не сообщили. Может быть, федеральные каналы о ней не сообщили. Тем не менее, тема обсуждается живо в социальных сетях, обсуждает ее на сайтах СМИ, в интернете. Депутат Государственной Думы собрала школьников в Волгограде и записала с ними песню, песня достаточно такого, ну, незамысловатого содержания. Если главный командир позовет в последний бой, да, мы ему ответим, «Дядя Вова, вы с тобой». Ну, вот Олег сейчас клип смотрел у нас буквально накануне эфира, да, как-то получилось так, что вчера вы его не видели. Честно говоря, мнения, конечно, разные, вот, но сводится во многом к тому, что, во-первых, использовать детей в политической деятельности гнусно, да, и когда это делает депутат Государственной Думы, это особенно, наверное, гнусно, и гнусно вдвойне, вот, потому что, когда мы говорили, обсуждали Алексея Навального, да, помнится там, во всяком случае, официальная позиция была такая, нельзя использовать детей. Ну, на самом деле, вот, использование детей, это не какое-то вот новое такое ноу-хау, то есть, если мы посмотрим в историю, очень многие государства использовали в качестве, использовали мощные инструменты агитации пропаганды, рассчитаны именно на детей, для того, чтобы сформировать там целое поколение, там, верных, там, своей идеологией и своим лидерам, там, сограждан. Ну, вот, если мы посмотрим на эти исторические примеры, вот, мы еще-то как-то, наверное, разочаруемся в результатах такого подхода, потому что, вот, большинство этих вот примеров, это вот такие какие-то вот, вот, очень отрицательные результаты, то есть, очень жалко детей, которым с детства промывают мозги, предлагают участвовать, там, с благородными целями, может быть, там, там, с чем-то еще, но вот в яркой, становиться на какую-то одну политическую сторону и защищать, там, и персонифицировать свои политические позиции, там, в определенном лидере. Вот, очень жалко, потому что у детей мало пространства для выбора, то есть, они еще пока не самостоятельные граждане, они пока еще не выбрали. И очень подвержены влиянию. Они подвержены влиянию. Да, их записали сюда. Вот, да, то, что они делают, вот, сильные аудиовизуальные произведения, они формируют общественное мнение, они формируют мировоззрение, там, и этих детей, и прочих детей. То есть, это такая, там, самовоспроизводящаяся система. Но по этой дороге очень далеко можно зайти. Это, конечно, очень неприятно, что манипулируют детьми для того, чтобы добиться, там, идеологической верности персонально лидерам страны. А если завтра будет другой лидер? Как дальше этим детям жить со своими предыдущими тезисами, дядя Вова, мы с тобой. У нас есть, вообще, на самом деле, примеры, когда тексты переписывались, песен, и не только песен, но и гимнов, может быть, перепишут. Тем более, что вот Николай Саванидзе, насколько я помню, говорит о том, что эта песня, она в некотором смысле переделанная, да, из некого музыкального произведения, ну, или это такой, не знаю, реприза, что ли, да, песни про Сталина. Не знаю, в своё время была такая, и я её, к счастью, не слышала. Вот. Но вопрос ещё непосредственно к персонали, да, к женщине, которая повела детей записывать этот клип, да, депутата Анна Кувычко, в Волдограде это было всё. Насколько я понимаю, изначально Квип был выложен, видимо, на её странице, потом она его убрала, ну, видимо, была критика со стороны. Вообще, может ли депутат такое делать? Там, насколько мне помнится, после прослушивания, там были ещё куплеты о том, что там и Аляску присоединили. Да, 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 совершенно верно. Если это деятельность депутата Государственной Думы и её мнение как официального представителя государственной власти, вот, то это очень интересное мнение, если она имеет отношение, ну, по крайней мере, она поддерживает тот текст, который... Который спела. Который спела вместе с детьми. Вот, то есть, ну, интересное мнение, там, депутата Государственной Думы, вот, замечательно. Просто последнее... А захватят штаты Соединённых Штатов Америки, да? Просто в последнее время появляются, и вот, настораживает то, что вот больше женщин стало появляться в каких-то таких сомнительных патриотических инициативах, объявлять какие-то вещи, вот, традиционными нашим набором ценностей, не терпеть никаких возражений, никакого обсуждения, никакой критики, там, в этот адрес, и оправдывать всё, это же ради патриотизма, ради страны, вот, 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 как-то очень настораживает. Женщины всегда были более мягки в суждениях и более сдержаны, там, в проявлениях каких-то эмоций. Когда женщины начинают впадать в истерику, это становится страшно. Вот, когда истерика, это не просто какая-то такая домашне-бытовая, а политическая, вот, это становится страшно не только, как бы, за себя и за окружением, становится страшно вообще за страну. Женщины и дети в этом клипе, да, присутствуют. Ничего хорошего, на самом деле, конечно, я жду, чем закончится это всё, возможно, будет какая-то реакция со стороны государственной, думаю, может быть, такое порицание, да, насчёт Аляски и всего остального, по крайней мере, там, да, уж если не насчёт использования детей в политических целях. Мы сейчас перейдём к кировским темам, ну, наверное, оттолкнёмся от гражданского форума. Олег Ведин из соорганизаторов, как я понимаю, да, значит, гражданский форум, напоминаю, у нас состоится с 23 по 25 ноября, это уже следующая неделя. Он будет седьмым, проводится первый, по-моему, был в 2011 году, вот, если мне не изменяет память, каждый год проводился. Тема этого форума нынче наставничество. В остальных сферах. И традиционно можно было предлагать свои темы, секции форума разным общественным организациям и гражданам. Насколько я понимаю, сейчас уже программа сформирована. Сейчас программа доформировывается, то есть буквально там сегодня-завтра мы её опубликуем на сайте, чтобы люди могли посмотреть на список секций и принять для себя решение по участию в работе секций. На сайте форума или на сайте общественной палаты? На сайте общественной палаты будет ссылка на сайт форума, а на сайте форума там будет всё более подробно. Сколько секций будет примерно? Вчера смотрели, было 19. Они будут так же идти, как было в прошлом году, то есть они параллельно друг с другом идут, ты не можешь там одновременно быть на двух сразу же, да? Получается, надо будет выбирать. Надо будет выбирать, но выбора будет чуть меньше, то есть сейчас секций будет чуть меньше, чем в прошлом году, то есть выбор будет проще. Хорошо. Тема наставничества. Давайте мы немножечко всё-таки расширим, расшифруем, да, расскажем, что это, почему была выбрана, во-первых, вот, и во-вторых, в каких, не знаю, там, отраслях наставничество возможно? Что будут разбирать? В разных, то есть, по сути, выбор основной темы форума, это такая попытка, как бы, оценить через призму там, ну, такого вот взгляда на традиционные, там, те вещи, которые делаются, то есть посмотреть свежим взглядом через призму темы на любую гражданскую активность, любую общественную активность. это и наставничество, там, и в защите прав граждан, то есть, а как, ну, собственно говоря, а как создать систему, при которой люди могут защищать свои права, то есть, есть ли в этой сфере, там, какие-то авторитеты, есть ли преемственность, там, от более старых, мудрых, умных, там, юристов, более молодым, то есть, как воспитать то поколение, там, людей, которые будут помогать, профессионалы, которые будут помогать разобраться с юридическими аспектами, это и наставничество, ну, в традиционном понимании, то есть, воспитание подрастающего поколения, то есть, различные формы, это наставничество... Детские клубы какие-то, да, работа с детьми, выпускниками детских домов, вот это вот все, с трудными подростками. Да, да, это такая, ну, вот это весомая часть общественной жизни, многие организации этим занимаются, и вот через призму темы наставничества пытаются, ну, друг с другом поговорить, там, что же в этой сфере там есть, как улучшить, ну, и вообще, в принципе, вот наставничество, я так понимаю, ну, вот, как я для себя это укладываю, это тема преемственности между разными поколениями, каких-то принципов, подходов, там, тенденций в любой сфере. То есть, я вот не исключаю вариантов, вот, что должно быть наставничество в сфере, там, строительства дорог и контролю за ремонтом дорожного покрытия. Так, ну, в сфере контроля я еще себе могу представить, да, когда более опытные общественники из рабочей группы по контролю за ремонтом дорог делятся с молодыми товарищами опытом, вот, а вот с точки зрения строительства, как это все, ну, извините, ведь вузы же есть специальные, где людей учат. Есть, есть. Так. Ну, вот, в том числе и это, да. То есть, про дороги тоже будете говорить? Ну, а куда без них? Понятно. Ладно, еще такой вопрос, есть у нас одна минутка, хотел спросить, будет ли на гражданском форуме иногородние эксперты и иногородние гости, или все-таки вот наши общественники, там, да, гражданские активисты между собой это будут все обсуждать? Мы бы очень хотели, и пока все вроде складывается удачно, то есть, чтобы к нам приехал секретарь общественной палаты Российской Федерации, члены общественной палаты Российской Федерации, традиционно, кто к нам ездит, там, и по темам общественного контроля, там, по разным темам. Несколько человек будет в делегации? Да, несколько человек. Кроме этого, на тему, там, вы уже говорили про тему фондов местных сообществ и, там, формирование целевого капитала. Мы сейчас к этому перейдем, да, после рекламы. Мы сейчас тоже будут гости. Иногородние. Да, иногородние, там, с успешным опытом, которые могут от себя рассказать о своем опыте. Что эти вещи существуют в России, работают реально, да, ими можно пользоваться. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области у нас в эфире. Напоминаю, сделаем небольшую рекламную паузу и вернемся в студию. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки НКО, член общественной палаты Кировской области у нас в эфире. Мы продолжаем говорить о гражданском форуме. И я знаю, что Олег готов рассказать нам, по крайней мере, об одной секции, которая будет. Секция посвящена созданию фондов целевого капитала. Зачем это нужно, что это такое, вот я сейчас попрошу рассказать более подробно. Я так понимаю, что презентовать будут успешный опыт российских регионов в том числе, да, и, ну, какие-то такие базовые прямо вещи рассказывать нашим общественникам. Для кого это? Так, ну, во-первых, это для нас всех. У нас, как у Центра поддержки НКО и у других наших коллег, ну, у нас в регионе, то есть есть коллеги-партнеры, с которыми мы давно сотрудничаем, которые тоже являются ресурсными центрами, помогающими некоммерческим организациям в тех или иных формах. Давайте, вот, что такое ресурсный центр? Ну, ресурсный центр – это организация, которая помогает другим организациям, то есть то место, куда можно прийти и воспользоваться каким-то ресурсом, информационным, там, техническим, то есть помощь, там, в проведении мероприятия, там, консультационная помощь, юридическая, бухгалтерская и так далее. Но деньги они не распределяют? Если бы были деньги, то это было бы замечательно. У нас в регионе традиционно денег нет. Так. То есть, было бы, что распределять, мы бы были рады. Угу. Вот, собственно говоря, с коллегами обговорив, мы поняли, что вот готовы, в принципе, создать объединенный такой ресурсный центр для некоммерческих организаций. Вот. Но всё упирается, опять же, вот в наличие ресурсов. То есть, и в первую очередь, ну, конечно, финансовые ресурсы. Мы понимаем все сложности бюджета, то есть, вот те формы государственной поддержки некоммерческих организаций, которые существуют. То есть, есть федеральный уровень, есть региональный уровень, есть муниципальный уровень. О грантах сейчас, говорим, каких-то. Разные формы государственной поддержки, но, да, на слуху больше грант. Да, больше грант. И если федеральная там поддержка сейчас концентрирована там в фонде президентских грантов, то есть, у единого грант-оператора, вот проводятся там конкурсы, ну, понятно, ну, это федеральная деятельность. А здесь на месте-то мы что можем сделать? Здесь на месте очень хотелось бы видеть, ну, некий региональный конкурс, конкурс инициатив, проектов некоммерческих организаций, чтобы они имели возможность, имели какое-то окно входа, куда можно будет прийти, предложить свою инициативу. Ну, и эта инициатива имела шанс быть профинансированной. Но мы понимаем, что на региональном уровне сейчас нет возможности бюджета выделять какие-то... Значительные средства. Ну, значительные, незначительные, то есть, можно начинать из конкурса мини-грантов, это не так дорого. То есть, после обсуждения, в том числе, с правительством, мы поняли, что сложно с бюджетом, денег нет. Ну, хорошо, то есть, мы не будем сидеть на месте, мы будем искать возможности, как можно решить эту проблему. Ну, и вот, собственно говоря, мы обращаемся к опыту других организаций, а как в других регионах. То есть, оказывается, да, есть такой опыт. И, в принципе, речь идет о том, что в одной организации концентрировать финансовые средства, там, организации бизнеса, ну, на условиях, что это не... Это средства, они не тратятся навсегда. Так, давайте, вот, давайте прямо по ступенькам объясняем, да, есть некая организация. Она официально работающая, она создана по российским законам. У этой организации есть право привлекать средства бизнеса, аккумулировать их, и потом вот из этих средств поддерживать какие-то проекты других некоммерческих организаций. То есть, это вот такой ресурсный центр, да, но только распределяет, в том числе, материальные ресурсы. Так. Это финансовая основа для ресурсного центра. По сути говоря, эта технология называется фонд местного сообщества. Местное сообщество наполняет фонд финансовыми ресурсами и средства этого фонда финансируются проекты, программы, которые интересны местному сообществу, то есть, ну, нашему региону. Конкретно в нашем регионе деньги будут распределяться, то есть, не куда-то там обходить. Да, да, да. И есть юридическая основа для такого поведения, чтобы это было не просто, как простой благотворительный фонд. То есть, можно собирать деньги, как благотворительное пожертвование, но благотворительное пожертвование, как таковое, оно делается с определенной целью. То есть, если дали деньги на операцию ребенку, то эти деньги можно истратить только на операцию и только этому ребенку. То есть, если назначение у жертвователя такое. То есть в тот момент, когда ты собираешь деньги, если это не на операцию конкретному ребенку, а на какие-то проекты, которые будут еще в будущем направлены на инициативу сообщества, с этим сложно? Да, с этим сложно. И вот хотелось бы некий элемент финансовой устойчивости, когда деньги не просто собирать и тратить, с колес, что называется, а закладывать фундамент будущей деятельности, придавать всему этому стабильность. То есть не тратить деньги, а размещать их у операторов, которые имеют лицензию и прочее, чтобы всю гуманитарную деятельность вести только с дивидендов, от вложенных средств. Вот, по сути говоря, модель. Это называется целевым капиталом. У нас российское законодательство, есть отдельный федеральный закон, который позволяет создавать целевые капиталы при некоммерческих организациях. Там есть ряд условий, так, чтобы был контроль со стороны государства, так, чтобы была надежность, так, чтобы потенциальные жертвователи в этот фонд, ну, чтобы их интересы не пострадали. И это средства, они продолжают считаться средствами тех людей, которые их дали. То есть, и, в принципе, они их даже могут отозвать. Но без процентов или там дивидендов, которые заработаны, да? Да, да, да. За счет этих денег. То есть это, как бы, непротрачиваемое средство. Это вот тот, как бы, железный капитал, который работает, и на проценты с которого, там, ну, на доходы с которого можно вести различную гуманитарную деятельность. И такие фонды в России есть. И такие фонды в России есть. И руководители одного из них? Из города Пензы, там, фонд «Гражданский союз» Олега Шеребкова мы приглашаем вместе, там, с его коллегой, с предпринимателем, который, там, свои личные деньги пожертвовал. То есть мы приглашаем их, чтобы они нам рассказали просто о своем опыте. Как это работает в Пензе? Как это работает в Пензе? И как это работает, ну, скажем так, в среднестатистическом, не очень богатом регионе? Угу. Мы бы хотели к этому разговору, то есть на гражданском форуме пригласить именно предпринимательское сообщество. Потому что, там, живые предприниматели будут рассказывать, а почему им это надо, почему им это важно, и почему вот именно такую технологию они считают, ну, разумной, справедливой и защищенной, там, с какой степенью защищенной, с чем, ну, вот, расскажут. Хорошо. Я буквально вот на минуточку хочу сказать, я прямо вот, готовясь к эфиру, смотрела и читала информацию о подобной, наверное, организации, очень похожей. Это Chicago Community Trust, точно так же общественный фонд, который работает более ста лет. Более ста лет. Вот в Чикаго, когда мы были недавно, нас, значит, знакомили с его деятельностью, я должна сказать, у них капитализация фонда почти 3 миллиарда долларов. Ежегодно они собирают денег около 300 миллионов. И понятно, что капитализация у них, это не только живые деньги наличные, да, там что-то вложено в акции, что-то вложено в недвижимость, что-то вложено еще куда-то, все эти деньги работают. То есть в России примерно такая же история. Все эти деньги работают и потом направляются на инициативы жителей. Ну да, да. Если тяжело с бюджетом и, то есть, нет прямой бюджетной там помощи тем же самым некоммерческим организациям, то приходится искать какие-то другие варианты. То есть, и сейчас мы начинаем разговор с предпринимательским сообществом, каким образом это можно организовать. И вот среди вариантов, как это можно организовать, вот такая юридическая схема, она такая наиболее сберегающая, наиболее разумная, где каждый там участник, который вложился, он может контролировать, что происходит с его средствами. Он может определять тоже, там, приоритеты, направления развития и гуманитарных инициатив, там, что поддерживать, что не поддерживать. То есть имеет право голос, условно говоря, да, сказать, на что могут отправить его деньги, а на что нет. Хорошо, Олег, давайте хотя бы с даты тогда обозначимся, если известно она уже, когда это будет. Это 24-го будет. Это будет 24-го ноября. Во сколько? В первой половине дня, пока вот конкретное время еще не определили. То есть сейчас согласуем, но скоро опубликуем на сайте Гражданского форума. Хорошо, я напоминаю, что ссылка на него будет на сайте Общественная палата, apko43.ru. Что еще будет интересного на форуме? Я думаю, что самое интересное, это принесут с собой люди, то есть свои мнения. Мне самому интересно, с чем придут люди. То есть вот сам набор, как бы, секций, да, это интересно, но не так интересно. На самом деле, с каким настроением люди придут, с какими тезисами, так они будут оценивать, какие оценки давать. В нашем регионе произошло много интересных событий. У нас новый губернатор. У нас за год очень много произошло интересных событий, да. У нас много что поменялось. Вот с прошлого гражданского форума. Очень интересно оценить, очень интересно получить обратную связь от людей. То есть всех приглашаю, просто прийти, высказать, найти... Единомышленников? В плане работы форума, те темы, которые больше нравятся, найти единомышленников, прийти с ними и принять участие в обсуждении. Еще такой уточняющий вопрос. Главная тема это наставничество, а не главное. То есть будут ли какие-то иные площадки? Да, будут. То есть мы же не запрещаем и не ограничиваем единственной темой. В принципе, мы сказали, что темы могут быть любые. Даже если вы никак не можете привязаться к наставничеству, предлагайте свои инициативы. И в принципе мы пока еще ни одной инициативе не отказали. 19 секций? Да. 19 секций за 3 дня. Хорошо, я благодарю Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки некоммерческих организаций, члена Общественной палаты Кировской области. Особое мнение на этом завершается. Олег, спасибо большое. Жаль, не успели обсудить еще несколько важных тем, но тем не менее не в последний раз, как я думаю. Спасибо. Спасибо.